Меня зовут Александр, я сам родом из Беларуси. Там после университета только занимался исключительно роботизацией молочных ферм в Беларуси. Приехали мы на юг России, чтобы принести этот опыт фермерам Ростовской области, Ставрополье, Краснодарского края. У нас достаточно емкая и важная миссия, на наш взгляд, что если заниматься животноводством, то это надо делать эффективно, чтобы это было экологично для самого фермера. Потому что взять на себя ответственность, взять деньги в государство, стать партнером государства в освоении гранта, это риски в любом раскладе. Это подписать себе определенный план жизни на ближайшие годы. А для кого-то это выверяет план жизни целой семьи, потому что животноводство это надолго. И это очень серьезное дело, оно не окупается так быстро, как растеневозы. На какие аспекты я бы хотел обратить внимание по освоению гранта, если вы рассматриваете автоматизацию. Автоматизация, я конкретно говорю про роботов. Это сложные продукты, в таком формате сложно о нем рассказать. Но я зацеплю вас важной мыслью, нам всем интересна экономика. Мы все знаем, что все хорошее и технологичное очень дорого стоит. И я сегодня немного расскажу, почему это стоит столько и какие возможности вам дают. Если осваить грант, по нашему мнению, это строить то, чем вы будете заниматься еще ближайшие 10 лет. Это значит смотреть вперед, использовать технологии, которые человечество развивает ежедневно. Инженеры, фермеры, все энергии делают будущее нашего человечества вот в таком формате. Это значит предопределить модель работы и обойти многие производства животноводческие на многие годы. Значит для своей семьи выработать, научиться работать с таким оборудованием. И для своей семьи создать прибыльный и понятный считаемый бизнес, в котором ферма и корова и все это вам приносит деньги. Конечно же робот это практически равно отличное молоко высокого качества, стабильный результат без человеческого фактора. А значит вы уже вы делаете совсем другое молоко, которое стоит дороже. Это опыт российский, внедрение роботизированной технологии даже у знаменитых заводов, там Вимбельда, Данон и других вызывает. Ага, вы даете свое молоко на роботах, ваше молоко уже заведомо высокого качества. Я затрону эту тему экономической эффективности с позиции расчетов. Что вообще робот в экономике фермы меняет? Он для, если мы сравниваем с длинным залом или сравниваем с привязанным содержанием и линейным молокопроводом, робот без особых усилий может дать вам трехкратное доение в сутки. То есть раскрыть потенциал ваших животных, которые куплены когда-то. Кто-то в Германии закупает скот, кто-то закупает его, хороший племенной скот в России. И чтобы достать, открыть потенциал ваших животных, надо уделить ему много времени. И робот это делает по определению, потому что он так устроен. Ему сказали, дайте корову, которая раздавится четыре раза, он будет это делать. А та, которая предзапускная, уже скоро уйдет сухостой, она будет доиться два раза. Это все гибко, вам не надо дополнительные люди, дополнительные смены на доение и так далее. Кратность доения. Совсем другая история содержания животных, меньше стресса. И что это дает вам в деньгах? Это пример Пермский край, Симинский район. Фермер, который перевел свое стадо с привязанного линейного молокопровода на 130 голов, на роботы, на роботизированное доение. Он получил прирост молока от 18 литров до 24, просто поменяв содержание животных, то есть перевел в реконструируемый коровник, нашел 6 литров молока. При этом кормосмесь на кормовом столе осталась в той же важном условии, что добавились концентраты в роботе. Но эти концентраты выдаются индивидуально, специально для ваших животных, вы не тратите лишнее. Каждое животное, если оно высокопродуктивное, оно получит дополнительный концентрат, а то, которое не должно его получать, его не получит. Вы экономите свои деньги. Получаете вот такие цифры. 6 литров, 130 голов, 365 дней. Это простая математика, арифметика. Что еще меняет робот в животноводстве? Все мы знаем о продуктивном долголетии животного. И это история про то, сколько корова, когда она потребляет условно одно и то же количество энергии в кормах, дает вам каждый год с каждым телеветом одинаковое количество удоя за лактацию. И что меняет робот? Он меняет условия ее жизни, условия жизни коровы. И за счет этого получается, что она испытывает меньше стресса. Она живет в одной группе закрытой, не ходит на тройку, не двигается по узким зонам ожидания, не ждет своего очереди в дальнем зале, больше отдыхает. У нее есть свобода подоиться покушать. И от этого она больше лактаций приносит вам прибыль. Если сделать банальный расчет, в среднем по России 3 лактации при промышленном производстве молока, средняя экономически эффективная, выверенная продуктивность животных. На роботах из практики 4, 4,5 лактации можно достичь такого показателя. Что они вам дают? Это еще одно стадо за 9 лет. Какое бы стадо ни было размера, это в любом случае деньги. Если у вас стадо 130 голов, то через выбраковку копытами и другими аспектами вы будете менять и выбраковывать своих животных. Это стадо у вас появится за 9 лет, а каждый год оно вам будет приносить вот такой вот доход. Или, точнее, не доход, а экономию на том, чтобы не докупать метелей, не выращивать, продавать свое стадо, которое у вас появляется. Робот – это не только доение. Это огромный комплекс информации, которые вам дают возможности совсем по-другому тратить свое время. Не на механические работы, а на управление своим стадом, поиском сбыта, срежением за здоровьем и многим-многим аспектом на ферме. Робот делает работу даже на ферме для молодых специалистов более привлекательной. Потому что, когда вы переходите на роботизированное доение, например, ферму из стадо... Андрей Николаевич, сколько человек нужно, чтобы обслуживать ферму вашу на планируемые 150 головы? Порядка каких-то 6? 6 человек, да? Ну, 6 человек с механизатором. Смотрите, на такого размера ферме у вас будет 2 робота. Что это вам дает? Робот будет закрывать вопросы по доению, вам нужен будет механизатор, вам нужен будет скотник, и вам нужен будет менеджер, который управляет на слайде ферма побольше, на 280 голов. Мы сейчас про 130 говорим. Александр Павлович, давайте заканчивать. Это тоже вам дает экономическую эффективность в год. 30 тысяч евро на такой расчет. Эти расчеты все можно сделать индивидуально под вашу задачу, под ваши фермы, под ваш объем голов, под ваши расходы. И, так скажем, определенный итог, который я хотел бы подвести, это то, что эта технология неизбежно захватит животноводство во всем мире. Голландцы трудятся над разработкой этой технологии уже более 27 лет. И когда вы начнете, так скажем, потратить свое время, энергию и начнете в этом разбираться, выбор за вами. Но на сегодняшний день вы сможете, у вас есть такая возможность, потому что правительство Ростовской области и всего Южного федерального округа есть отличные программы, которые дают вам возможность использовать такую технологию роботизированного доения на вашей новой ферме. Спасибо.